Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. В столице нашей родины снегопад, как и в других регионах. Завтра в Карачаево-Черкесии, в центральных и южных районах, очень сильный снег. Синоптики расскажут подробнее. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами осадки, мокрый снег. В центральных и южных районах очень сильный. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6. В горах до 11 градусов мороза, а днём плюс 2, плюс 7. И местами минус 3, плюс 2. В Черкесии ночью и утром мокрый снег. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4. А днём 4,6 выше нуля. В Карачаево-Черкесии в скором времени появится первый каворкинг-центр Дом молодёжи. В котором будет создано единое пространство, которое поможет объединить социальное проектирование, малый и средний бизнес. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что появление каворкинга позитивно скажется на развитии гражданского общества и бизнес-сектора. Открытие центра станет толчком для реализации ещё больше хороших проектов и бизнес-идей, нужных и важных для людей. Об основных целях и задачах проекта и о том, какие ремонтные работы были проведены, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Каворкинг-центр Дом молодёжи – это место, где молодые люди смогут реализовать свои проекты. Быстрыми темпами члены Союза молодёжи Карачаева-Черкесии провели ремонтные работы по демонтажу полов и ненужности новой перегородки. Руководитель проекта «Наурус» Байрамкулов отметил, что общими усилиями членов организации полностью был проведён капитальный ремонт и уже идёт подготовка к открытию Дома молодёжи. Мы создали в анкре данного центра проектный офис, где те люди, кто имеют социальные инициативы, предпринимательские инициативы, могли прийти здесь, получить консультацию, получить поддержку, ознакомиться с мерами финансовой поддержки и иных видов поддержки государственной. Мы сделали презентационный зал с полностью всем видеооборудованием, где можно проводить образовательные мероприятия. Зона кофебрейков и переговорная. И непосредственно каворгинговая зона, где есть 10 рабочих мест, где лидеры социально ориентированных проектов, либо молодые предприниматели, либо же фрилансеры могут занимать для себя место, вести свою деятельность. Также в ходе ремонтных работ полностью было установлено трёхфазное электричество. Помимо этого в здании было проведено отопление. Стены полностью были обновлены и покрашены. В доме молодёжи предусмотрена и комната для досуга. Член организации Мурат Озов отметил, что все ремонтные работы были проведены качественно и под особым контролем. Мы заменили систему отопления, климатическое оборудование установили. Полностью поменяли санузел, то есть освежили санузел. Также мы поменяли всё освещение в этом помещении и добавили систему противопожарной безопасности. Сейчас уже всё на финишном этапе. Мы уже заканчиваем монтаж именно системы пожарной безопасности. Также в помещении учитываются все санитарно-эпидемиологические нормы, установленные санитайзеры, диспенсеры масок и система рециркуляции воздуха. Как отмечают сами организаторы каворкинг-центра, Дом молодёжи станет местом, где креативная молодёжь сможет не просто реализовать свои проекты, но и найти своих единомышленников. И уже совсем скоро новое здание распахнёт свои двери для молодого поколения. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия наращивает количество и качество социальных проектов в сфере культуры. В модульной библиотеке Олапсыш стартовала двухдневная проектная мастерская «Социокультурное проектирование» и «Фантрайзинг». Что это такое? Это поиск и привлечение денег и других ресурсов на социальные, образовательные и культурные проекты и в благотворительные фонды. Данное мероприятие – важный шаг в обучении специалистов сферы культуры по написанию конкурсных заявок и проектов, поскольку привлечение грантовых средств на решение культурных задач региона – актуальный и перспективный метод, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. Сейчас в стране во многих регионах проходят такие школы, потому что и фонд президентских грантов, и другие российские фонды, они заинтересованы в том, чтобы районы качественно готовили проекты. Поэтому мы в Министерстве культуры Карачаева-Черкесии приняли решение такую школу провести. И, конечно, сейчас главный вопрос к нашим партнерам, к учреждениям в районах, к деятелям культуры. Они способны эту информацию использовать? Они способны выигрывать, конкурировать и создавать новое? Я думаю, что да, но для этого надо было им помочь. Теперь у них есть самые передовые знания. Ждем от них теперь новых проектов. Идеи есть у всех. Это те проблемы, с которыми мы живем, мы хотим их исправить. Но очень важно подходить к этому профессионально, так, как того требуют грантовые организации. И благодаря этой школе нам удалось на сегодняшний день более 15 идей превратить в проекты. С помощью экспертов сформировать правильно проблематику, расписать этапы, задачи, мероприятия, которые помогут решить эту проблему. И сейчас вопрос в доработке. Нужно рассчитывать правильно финансы, нужно искать партнеров. Повторюсь, везде, во многих регионах России эта практика уже абсолютно рабочая. И наш регион здесь должен догонять. Сегодня новые модельные библиотеки демонстрируют, что библиотека, в принципе, имеет и право, и большую ценность, и большой смысл своего существования. Потому что мы видим, как традиционные библиотеки теряют популярность. Люди перестают ходить туда за книгами, люди читают сами меньше, если читают, находят это в интернете, слушают аудиокниги. И если мы не изменим формат, скоро библиотеки просто умрут, потому что туда никто не будет ходить. Но новая модельная библиотека – это как раз проект, который позволяет вдохнуть жизнь в них за счет новых мероприятий. И именно поэтому мы активно используем эту модельную библиотеку. И здесь огромное спасибо коллективу, жителям Аула Псыш, сотрудникам близлежащей школы, которые вместе помогают. Например, обеды мы организовали в школе, которая здесь рядышком. И детишки забегали в библиотеку, им было интересно видеть, что здесь что-то происходит, что огромное количество людей, и не только из нашего региона, приходят в библиотеку. Если интересно им, если там происходят яркие мероприятия, значит и дети туда потянутся. Не так давно наша коллега, главный редактор программ на карачаевском языке Республиканского радио Салима Акоркмазова побывала в Объединенных Арабских Эмиратах, где в составе делегации Российской Федерации стала участником книжной выставки-ярмарки. О том, какова была основная цель этого мероприятия, какие книжные новинки были представлены, кто был в составе делегации. И сейчас в нашей студии Салима поделится своими впечатлениями о поездке с моей соведущей Белой Джозаевой. Они уже в нашей студии. Доброе утро. Я уступаю вам гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Салима. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Салима, повод такой хороший у нас, замечательный. Ты была недавно в Объединенных Арабских Эмиратах в составе Российской делегации, где проходила книжная ярмарка. И мне бы хотелось, чтобы ты, как всегда, поделилась своими яркими впечатлениями. Спасибо. Ну, эта ярмарка проходит с 1982 года. Она международная. И туда приезжают со многих стран. В этом году более 80 стран принимали участие. Эту ярмарку курирует дочь Эмира Шаржи. Он сам, Эмир сам пишет, он писатель, он занимается наукой. И вот они как бы курируют сами эту выставку, эту ярмарку. Ну, впечатление, когда туда заходишь, не хочется оттуда выходить. Особая аура, особая энергетика книги. Там еще раз убеждаешься в этом. Ну, а кто тебя пригласил в делегацию? Приглашение я получила от ОГИ, Объединенное гуманитарное издательство. Они выпускали по программе поддержки языков народов России, выпускали антологии накануне. И в одну из антологий попал и мой рассказ. Вот на этой основе там тоже составили антологию на арабском языке. И в эту антологию тоже попал мой рассказ. И вот через эту программу пригласили. Были там представители и с Дагестана, и с Чечни, и с Москвы, и с Татарстана. В составе делегации были приглашены, были с Европы, допустим, с Парижского университета Сорбона. Были представители Нора Букс, с супруга, Эфим Курганов, супруг, ученые, филологи. Вот с кем ты познакомилась на этой ярмарке? Интересно. Я так живо это представляю, эти книги, этих людей. Ну вот на ярмарке вся делегация, они мы как бы как одна семья со всеми. Это получается братья по перу. Общих тем много, общих интересов много. Ну, самое яркое знакомство, наверное, вот как раз таки Нора Букс, мы с ее супругом. Очень долго мы прогуливались по побережью Персидского залива. А так, ну, со всеми, кто был, ну, там были еще и журналисты были, которые приходили, интервью брали, приходили, слушали. Был переводчик, с переводчиком познакомилась. Ну, главный редактор этого издательства Максим Амелин сам был. Был председатель Союза писателей Чечни Ибрагимов, Канта Ибрагимов. Он и составлял, отбирал материалы, рассказы для антологии на арабском языке. Ну, Салима, вот сама выставка, сама ярмарка. Какие произведения, какие книги, какие новинки там были выставлены? Что тебе запомнило? Мне запомнилась огромный павильон коранов. Я оттуда очень много книг привезла на подарки. А так, туда же были представлены самые лучшие произведения. Конечно, на разных языках я не понимаю ни корейский, ни арабский, допустим, да. Те страны, которые представили свою национальную литературу, я не могла понимать, о чем они пишут, что за произведения. Но вот то, что наш стенд, допустим, наша национальная литература впервые участвовала на этой ярмарке. Условно, наш стенд был поделен на две части. С одной стороны, наши классики России, Пушкин, Лермонтов, Гоголь и так далее. А с другой стороны, наша национальная литература. В частности, вот эти антологии, которые вышли накануне, предшествовало. Это как бы продолжение программы поддержки национальных литератур, национальных языков, литератур народов России. И вышли антологии детской поэзии, поэзии, прозы и драматургии. Четыре огромных антологии. А вот какие-то необычные экземпляры были там? Ну, необычные экземпляры – это, наверное, то, что была представлена там вся литература. И детская, и учебники, и научная литература, и художественная, и документальная. То есть все жанры, все этапы литературы были представлены на этой ярмарке. – Салима, естественно, я не могу не спросить об основной задаче вас, вашей делегации, цели, задачи. Что вы хотели сказать? Понятно, что вы выставили свои произведения, антологии впервые. – Ну, вообще, у каждой делегации была своя программа. И у нашей делегации тоже была программа. Накануне я познакомилась с этой программой. У меня были определенные темы. Это темы проблематика описания на родных языках и проблема переводов национальных литератур на иностранные языки. Ну, по этим темам были мои выступления. Первый вопрос, когда я поднимала проблематика вообще родных языков, я делала акцент прежде всего на то, что языки исчезают. Надо думать о том, чтобы сохранить национальные языки, в том числе карачаево-балкарский язык, по прогнозам ЮНЕСКО, к сожалению, в числе исчезающих языков. Хотя я в это не верю. Они сами, когда я выступала, тоже, они тоже недоумевали, как это 300 миллионов человек говорят. – Ты выступала на русском языке? – Да, да. Там был переводчик, мы все выступали на русском языке. И вот я как бы предлагала им, всем сообща, поднимать эту тему на разных уровнях, сообща, работать над этой проблемой. Исчезнет язык, исчезнет народ, исчезнет этнос, вся ее история. И мы не должны допускать этого. Языки не только в нашей республике, это в России во всей много исчезающих языков. Во всем мире исчезают языки. И вот насколько можно предотвратить этот процесс нехороший, мы должны над этим работать. То, что касается переводов, я акцент делала на то, что раньше были институты переводчиков. Сейчас этого нет. И поэтому сегодня произведения современных авторов не доходят до широкой читательской аудитории, к сожалению. Это нехорошо. И когда нет переводов, литература очень сильно страдает. Особенно параллельные переводы, они снабжают, дополняют новыми формами, новыми жанрами разной литературы. Я, в частности, говорила о том, что благодаря переводам наша Халимат Байрамукова, у которой книги переведены на более 50 языков, в том числе и арабский автор десятки книг, она вошла в мировую литературу, которая использовала все жанры литературы. Благодаря переводам знает, цитирует весь мир, в частности, премьер-министр Индии Индироганди Кайсын Кулиева. Расула Гамзатова. Да, я об этом тоже сказала. Кайсын Кулиева, я хочу вот эти цитаты, я очень люблю. «Пуля, пущенная в боях, первой пронзает сердце матери». Расула Гамзатова, действительно, великого аварского поэта. «Если мой язык умрет завтра, я готов сегодня умереть». И вот эти параллельные переводы не только способствуют развитию литературы, он же и способствует укреплению межэтнического диалога, межэтнического общения. Мы многонациональная, многоконфессиональная страна, и для нас это очень важно. Очень важно, да, да, да. Вот эти темы и, в принципе, были. Салима, я думаю, что побывав на этой выставке, ты снова бы поехала бы туда. Безусловно. Я желаю тебе этого. Благодарю за рассказ. Спасибо, удачи. Спасибо, Иван. Всего доброго. И заглянем в календарь знаменательных дат. Сегодня в России день банковского работника. По традиции в этот день устраиваются корпоративные мероприятия. Руководство финансовых учреждений поощряет лучших сотрудников премиями, награждает почетными грамотами и дипломами за выдающиеся заслуги. Также обсуждают вопросы развития международной банковской системы и мировых финансовых рынков. Зацвела роза красная в старом нашем саду. Сколько прекрасных стихов посвятили этому красивому и прекрасному растению. За окном декабрь, но в палисаднике нашей коллеги, режиссера Зухры Узденовой, в Карачаевске целая оранжерея. Глядя на это великолепие, у каждого в душе среди зимы цветет весна. Розы не хотят прощаться с осенью и уступать место морозам и вьюгам. Чайная роза – один из оптимальных вариантов для украшения приусадебного или дачного участка. Ее цветки обладают утонченным ароматом, изысканным и неповторимым внешним видом. Растение цветет относительно длительный период – сначала лета и практически до самых морозов. Из-за теплой погоды, которая радовала нас в ноябре, розы никак не хотят увидать. А наоборот, цветут и радуют не только свою хозяйку Зухру, которая так бережно и с любовью к ним относится, но и нас с вами. Сегодня во всем мире отмечают День Фортуны. Фортуна – это римская богиня удачи и шанса. И мы часто говорим, пусть Фортуна нам улыбнется и во всем повезет. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия». Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова